Всем доброго времени суток! С вами SilentMashica, и сегодня у нас на повестке дня дефстрим номер 161. Здесь нам подробнее рассказали преоградующее обновление Ангела Заримана, которое выйдет 27 апреля, так что придётся подождать. Напомню, что для получения доступа к Зариману, нужно будет пройти квест Ангела Заримана, который продолжит события новой войны. Соответственно, новую войну тоже придётся пройти. Однако теперь с каждой последующей обновой, разработчики собираются упрощать процесс достижения новой войны. Например, сейчас пересматривают некоторые цели до узлов, типа крафта Спектра. Получать нового фрейма, Джайр, мы тоже будем после прохождения Ангела Заримана. Показали нам её альтернативный шлем и все способности, так что пройдёмся по ним. Первый навык выбрасывает сферу, которая наносит урон электричеством при контакте, и создаёт поле, которое долбит врагов в радиусе поражения током. Если изначальным броском поразить хотя бы три врага, урон будет усилен. Второй навык тоже выбрасывает сферу, которая взрывается через две секунды, или можно её подорвать вручную. Похоже, что такой навык может стягивать врагов. Именно этот навык поглощается гельминтом. Стоит отметить, что для Джайр разработчики используют новые технологии с физикой, что отражается на способностях. Например, шары эти могут отскакивать от поверхностей. Третья способность несколько меняет облик фрейма. По сути, навык является бафом для себя. Мы получаем прирост шанса крыта и восстановление энергии. Длительность бафа этого продлевается убийствами. При этом есть время отката этого навыка в 60 секунд. Похоже, что начинается отсчёт во время активации бафа, а не завершении его действия. Ульта поднимает юбку, вырабатывая электрическое поле, которое шокирует врагов поблизости. Если во время действия ульты вы поразите врага критом, высвободится электрический разряд, который перескочит от изначального врага на остальных неподалёку. Эдакая цепная молния. Что касается пассивки, то навыки Джар получают 10% к шансу крита за каждый статус электричества, наложенный на цель. Ещё у Джара есть своя анимация кувырка. Фирменное оружие Джар показали, но геймплея почти нет, кроме короткой демонстрации в трейлере. Согласно описанию, установка имеет два режима стрельбы, основной выпускает электрические сферы. Альтернативно же выпускает один большой шар электричества, который прилипает к любой поверхности и полюсирует электричеством, после чего взрывается. Если пушкой пользуется сама Джар, вы получите немного мультивыстрела. В коллекцию Джар также добавят Сэндану. Как вы могли заметить, описание оружия теперь будет отображаться и для выбранного оружия, а не только в окне выбора оружия. Также в арсенал добавляют функцию приближения, чтобы лучше осмотреть наряжение. Получше это можно увидеть на примере Делюкс Валькирии, которая прилагается с набором анимаций. Также в комплекте есть и скин для кулачного оружия, и набор брони. Дальше у нас есть и новый тип оружия, который развивается. Изначально нам показывали пять концептов, но пока что мы получим лишь три образца. Вторичку, тонфы и основное оружие. В начале это оружие выглядит как церемониальное, однако при выполнении испытания, например, убийстве врагов, откроется другая форма этого оружия, инкарнон. Произойти эта смена может прямо на миссии. Похоже, что на первом этапе оружие меняется функционально, например, полуавтоматическая винтовка стала тяжелым оружием, а-ля арчпушка. Быть может, что такая трансформация не является постоянной, а переключается на самой миссии. При открытии остальных этапов эволюции оружия, вам дадут выбрать одно усиление из трех, например, повышение точности и снижение отдачи во время прицеливания, повышение скорострельности, повышение скорости снарядов. Что касается самих испытаний, то третий этап для винтовки требует совершить три выстрела в голову основным режимом огня по новому врагу, не перезаряжаясь. Здесь дают выбор из повышения объема магазина, ускорения перезарядки при пустой обоями на время. Третий выбор не показали, но иконка похожа на мутатор патронов. Сама система и ее интерфейс находятся в сыром состоянии, потом учитывайте. Всего имеется пять этапов эволюции, управлять ими можно будет и через арсенал. Для доступа к этому контенту нужно будет взаимодействовать с неким новым персонажем на Заримане. Что касается миссии Заримана, то поток бездны мы уже видели ранее. Зачистка будет отличаться эвакуацией, также будет мобильная оборона и армагеддон бездны, что решили сохранить втайне. Однако показали каскад бездны, одну из новых бесконечных миссий. Здесь нужно будет противостоять порче бездны, захватывая саб-объекты, экзолазеры. Изначально зона вокруг этих объектов блокирует перенос, потому нужно операторам уничтожить расколы бездны и пострелять в сам объект, чтобы изгнать защитника. Этот новый враг уже появлялся на прошлом стриме, вооружен двуручной косой. Также у них будет особый барьер, защищающий здоровье. Это получат и эксимусы для повышения их живучести. Позже нам разъяснили, что такая защита делает врагов невосприимчивыми к эффектам контроля, ослабенению, оглушению, ослеплению и всё в таком духе. Также на таких врагов не будет влиять эффект радиации, а статус холода можно будет наложить лишь до четырёх раз. Показатели этой защиты должны быть фиксированы, составляя часть от здоровья и щитов, то есть помножаться не будет. Конкретно этот тип врагов нужно сначала уничтожить обычными методами, а потом добить оператора, иначе они сожрут союзника и будут воскрешены. С выходом ангелов Заримана такие враги, которые требуют добивания операторам, будут давать вам очки фокуса текущей школы, даже если у вас нет линзы. Сам игровой режим напоминает перехват, только менее скучный. Было упомянуто, что исследование Заримана поощряется. Например, мы будем искать знаки отличия, которые потеряла цифалон-учитель. За это полагаются некие награды. Общагу назвали Dormizone. С прошлой демонстрации здесь добавили возможность закрыть вход в личную квартиру. В последней комнате показали стойки, где можно размещать фреймов, как и в личной каюте на орбитере. Терминалы для смены фона и звуков объединили в один. Плюс можно отключить такие обои, чтобы открылся вид на сам Зариман. Похоже, что разные обои можно будет открыть по мере прокачки местного синдиката. Тут же показали намёк на добавление некой системы в будущем, то есть не с изначальным выходом ангелов Заримана. К сожалению, переводить с языка Оракин я не умею, но предположу, что связано это с садоводством. Пока что перевод затруднён тем фактом, что разрешение текста недостаточно хорошее. Дрон-осадовника таки назвали Верти, что является аббревиатурой. Перевести можно как Дрон регуляции растительности и окружения, независимый элемент. Причём этот дрон является скином Лестражей, правда неясно, как его получать будем. Лифт запуска миссии Заримана чуток поменяли, переместив сюда панель выбора миссии. Враги здесь будут периодически сменяться, наподобие вторжений. Похоже, что каждая фракция хочет обобрать место. Причём со стороны Гранир будут войска Кувы, и это связано с новым квестом. Плюс в новом трейлере Лотос призывает нас освободить Зариман от кошмаров бездны, мол, нужно приступать уже сейчас. В конце свежего трейлера нам показали некое чудище. Возможно, что это и является ангелом Заримана. Показали нам и новую ближку подробнее, двуручную косу. Для таких тяжёлых квас полагается новая стойка. Оружие большое и не самое быстрое. Среди прочих мелочей, разработчики собираются с этой обновой вести систему рекрутинга для кланов, но могут не успеть. При этом, каждый раз ходить к мэру не придётся. Функция будет доступна из меню кланов. Похоже, что конкретный клан может размещать свою заявку лишь на 8 часов, после чего можно будет оставить новую заявку. В качестве декора добавляют личинок Нидуса. Будут бегать везде, наподобие дронов-уборщиков. Если вы покупали Prime Доступ Нидуса, то получите позолоченную личинку. Вроде как дадут две штучки. Похоже, что теперь при подборе случайного снаряжения появляется окно подтверждения. Что касается кросс-платформы, то процесс идёт, но пока что одолжить не о чем. Интересно, что запускать публичный тест ангелов Заримана не стали по той причине, что ДЕ опасаются датамайнов. Наборы поддержки ангелов Заримана уже объявили. Похоже, что эксклюзивом тут являются только Глиф и Сигил. Упоминаются тут некие материальные структуры. Возможно, что это новый ресурс. Тут же показали новую эмблему, которая эволюционирует. Жаль, что хаб-странюц обновление не перевели на русский. Напоследок осталась лишь одна тема. Пересмотр системы фокуса. Сведений тут много, так что приступим. Основная идея этого пересмотра заключается в том, чтобы сделать больший акцент на смене между фреймом и оператором, будто они работают в паре. Например, ближку оператора полностью убирают. Теперь при нажатии кнопки ближнего боя произойдёт мгновенная смена на фрейме, который совершит атаку ближкой, или будет одержать другое оружие, если ближки нет. Ещё можно будет операторам запускать добивание врагов нажатием кнопки взаимодействия, если враг не был встревожен или он был оглушён. Само добивание совершает фрейм. Рывок меняют на рогатку, с твою целью, чтобы стало проще перемещаться в закрытых и небольших пространствах. Находясь в воздухе, можно нажать или зажать кнопку прыжка, чтобы выпустить свою проекцию. При нажатии проекция преодолеет минимальное расстояние, после чего вы сразу переместитесь на её место. При зажатии проекция продолжит полёт. При достижении предела переход произойдёт автоматически. Направление проекции зависит от направления камеры. Выпускать проекцию можно будет и по старинке, удерживая кнопку прыжка, находясь в режиме бездны, то есть приседая. Такое перемещение ускорили с прошлой демонстрации, но всё равно ощущается это медленнее, чем текущий рывок. Совершение переноса теперь будет обрабатываться на стороне клиентов, что уберёт провисание, вызванное хостом. Это было сделано для улучшения новых рывков. Изменения фокуса тоже не дурные. Например, теперь операторы тоже получают способности по активации кнопки, как фреймы. Пока что будет лишь по две активные способности для каждой школы. Объём как таковой уберут, ровно как и пассивные способности, которые тратят энергию. Ввиду этого отключать прокаченные узлы нельзя будет. Прокачка узлов имеет лишь три ранга, за исключением отвязанных узлов. Интерфейс тоже немного обновили, добавив поддержку пользовательских тем и выдвинув отдельно отвязанные узлы. При прокачке всех узлов конкретной школы откроется косметический магазин, где можно будет тратить очки фокуса на связанные с конкретной школой предметы, однако это снова не показали. Но перейдём на конкретику. Зонурик нерфить не стали, потом вы можете выдохнуть. Заряжающий рывок стал кладезем и активируется по нажатию кнопки. Сопровождающий узел позволяет усилить уже существующее поле при повторной активации способности. Это увеличит зону действия и длительность на 20 секунд. Союзники, находясь в этом поле, также получат 20% к силе способностей. Узел, который повышал эффективность тяжелой атаки, получил новый эффект. Теперь он позволяет раз в минуту применить навык фреймом без трат энергии или щитов. Готовность этой пассивки отображается кружающей сферой. Есть узел на шанс обезоружить врага при прохождении сквозь него рогаткой. При убийстве обезоруженного врага увеличивается скорость восстановления энергии. Этот баф может накапливаться несколько раз. Раньше школа Занурика замедляла врагов ближкой оператора. Теперь это будет второй активной способностью. Узел поддержки увеличивает урон от выстрела в голову по врагам, замедленным таким способом. Отвязанные узлы не меняли. Дальше Нарамон. Острогиосилы и острогиосинтеза поменялись местами, но работают по-старому. Есть узел, который удваивает накопление комбо на время, если вы запустили удар по земле, находясь в режиме оператора. Соседний узел работает наоборот. Если вы накопили множитель комбо в 8Х, то переход в оператора добавляет урон вашему усилителю на время. Первый активный навык создает шоковую волну, которая подвешивает врагов. Узел поддержки добавляет урон за каждого подвешенного врага, на которого напал оператор. Такой баф получает как оператор, так и фрейм, плюс может усиление сочетаться несколько раз. Второй активный навык увеличивает ширину вашей рогатки, а также открывает врагов к добиваниям с увеличенным уроном. Узел поддержки при запуске добивания оператором усиливает шанс крита ближки на 50%, причем не обязательно для этого добивать столько врагов, задетых прошлым навыком. Отвязанные узлы здесь тоже не меняли, разве что бонус для рывка теперь относится к рогатке. Мадурай изменили довольно радикально. Удар из бездны теперь не требует высиживать баф в режиме бездны. Теперь идет речь про активный навык, который сжигает всю энергию оператора, усиливая урон на 8 секунд. За каждый процент затраченной энергии вы получаете 10% дополнительного урона, например, при полной энергии выходит 1000%. Откат этого навыка составляет 40 секунд. Пользоваться таки стало удобнее, плюс баф усиливает не одну атаку, однако время отката выходит немалое. Узел поддержки улучшает эффективность оружия для оператора и фрейма, пока активен такой баф. Если я правильно понял, то бой запас будет расходоваться медленнее. Есть узел с упором на смену. При переключении на опера получаем 100% на крит урон для усилка, а фрейм получит ускорение анимации навыков на 50%. Затем есть узел, который уменьшает расход последовательных рогаток. Соседний узел дает фрейму 40% к силе после совершения последовательной рогатки. Второй активный навык выпускает волну бездны, которая делает врагов более уязвимыми к урону оператора. При наличии узла поддержки, убийство врага с таким ослаблением еще больше ослабляет остальных врагов, а также продлевает время ослабления, что может накладываться до трех раз. Когти феникса теперь будут усилять не только физический урон, но и урон оператора. Похоже, что бонус также подняли на 5%. Отвязанные узлы все те же. Затем следует вазарин. Лечебное единство осталось прежним. Лечебная душа по-прежнему делает 4 воскрешения мгновенными, а вот последующие теперь будут ускорены на 100%. Восстановление бездны не тратит дополнительную энергию, однако темп лечения увеличивается со временем. Узел поддержки устроен так, что при достижении предельного лечения вы будете лечить и других операторов в пределах радиуса синтеза. Активный навык тут получился странным. Можно выпустить снаряд, который при поражении или ручной детонации образует вихревую ловушку. Совершение рогатки сквозь врагов, угодивших в ловушку, восстановит союзникам в радиусе синтеза 100 единиц здоровья. Как по мне, мороки слишком много для такого лечения. Защитный рывок теперь срабатывает от рогатки, однако почему-то затрачивает 10 энергии, что идёт вразрез с прошлой идеей о том, что пассивные узлы не должны тратить энергию. Защитная оболочка стала активным навыком, призывая барьер на оператора и союзников в пределах радиуса синтеза. Первые несколько секунд в такой барьер впитывает входящий урон, наподобие кожи Рина. С узлом поддержки уничтожение оболочки ускоряет восстановление щитов и сокращает задержку их восстановления. Отвязанные узлы не меняли, кроме омолаживающего течения, которое лечит операторов в два раза быстрее, пока тот находится во фрейме. У Найру нам показывали ранее, однако здесь тоже есть вопросы, потому рассмотрим. Начальный узел даёт невосприимчивость к замедлению, ошеломлению и опрокидыванию при переходе между оператором и фреймом. При падении оператора фрейм будет неизвим на несколько секунд. Плюс во время экстренного переноса можно будет нажать кнопку взаимодействия, чтобы фрейм оказался на вашей позиции. Узел поддержки может очистить помехи переноса при убийстве, пока активна такая неизвимость. Один из активных навыков запускает бомбу, которую также можно подрывать вручную. Она снимает броню врагам. Огонёк У Найру теперь призывается при поражении врагов этой бомбой. Причём огонёк сам отыщет союзника в радиусе синтеза, так что вручную подбирать не придётся. Хотя не ясно, как будет сам игрок получать свой огонёк. Судя по описанию, его могут часто ворвать союзники. Другой активный навык создаёт поле, которое отключает щиты врагов внутри. Можно совершить рогатку из такого поля, чтобы обновить его длительность и увеличить радиус поля. Каменную кожу усилили. Раньше предел составлял 60 единиц брони, что подняли до 200. Напомню, что отвязанные узлы здесь изменили на возможность воскрешить фрейма, совершая убийство оператором. Соседний узел повышает ваш урон в этой ситуации. Все эти перемены не окончательны, потому могут быть изменения. Как вы можете помнить, прокачка фокуса будет сброшена. Те очки фокуса, что вы потратили на конкретные школы, перечислят туда же. Что касается объёма, точки фокуса, потраченные на его прокачку, вернут в качестве сияющих осколков идолона, чтобы вы могли сами выбрать, на что тратить. На этом от меня всё. Потому всем всего, всем удачи и всем пока.